Отрицательные герои интереснее положительных. Люди смотрят телевизор, хотя там говорят неправду. Все люди, которых вы встречаете на улице в Инстаграме, очень красивые. Это правильно, но это стыдно. Естественно, я ищу это специально. Это как раз один из приемов, который помогает разбавить скучный текст. Раньше я была уверена, что читателю нужна только польза. Я просто сношу целые страницы и переписываю их заново с нуля. Как ты все успеваешь? Я так попал на работу к Ильяхову. Куда же продавцы шаурмы ходят в туалет, например? Это такая игра. Меня трудно перебить. Я раньше смеялась над феминистками, как-то там, почучила над ними. Пока не поняла, что я сама феминистка. Я хочу доказать сама себе, что я могу написать книгу без Ильяхова. Привет! Вы слушаете или смотрите на ютубе подкаст Романа Кукина. Гость этого выпуска Людмила Сарычева, редактор. Запустила и ведет издание о бизнесе в России. Дело Модульбанка. Ведет каналы и блока профессии редактора. Пишет книгу об интересном тексте с автор книг «Пиши сокращай» и новые правила деловой переписки. Привет, Люда! Привет! Классный новый пост. Сегодня прочитал, пока ехал на поезде сюда. Про ответственность. Про гаишников. Про гаишников и про ответственность, да. Когда начинаешь работать уже как руководитель на многие вещи, которые делал когда-то ты, начинаешь смотреть уже с другой стороны. Я, ну честно говоря, я не помню, как я работала раньше, но, скорее всего, я могла и перекладывать ответственность, и не следить за тем, как я формулирую вопрос. И наверняка я очень много делала не так. Так же, как в редактуре, да, сейчас, когда я проверяю чужие статьи, публикации, то я увижу гораздо больше, чем когда я сама писала. Ну, наверняка есть, надеюсь, что какая-то эволюция все-таки есть во мне. Что раньше я ошибалась, сейчас я пришла к тому, что вопрос, как поступать, и перекладывание вот этой ответственности, это, ну, такого быть не должно. Ну, у меня в редакции такого нет, мы все там уже знают, что надо приходить с предложениями. Это натренировала, получается, в редакции. Я думаю, что здесь не так много моей тренировки, сколько просто сами к себе, да, ко мне уже редакторы приходят, которые прокачаны, сами много понимают и сами готовы что-то предлагать. Сегодня мы говорим о драме, и это такая основная задача нашего интервью, рассказать людям, что такое драма и как правильно это понимать. Создание контента. Надеюсь, слово «контент» тебя устраивает. Устраивает меня слово «драма» больше, скорее всего. Ага, ну вот сейчас мы об этом и поговорим. Надеюсь, что к концу интервью я смогу правильно это слово использовать или слово «драматургия». Я надеюсь, мы сможем рассказать зрителям и слушателям о том, как в любой текст можно добавить немного драматургии, чтобы его стало интересно смотреть и читать до конца. Ну, попробуем. Ну, по крайней мере, пока ты единственный специалист, которого я знаю. Что можно сделать в интервью? Ну, давай возьмем, для примера, наше интервью, чтобы люди его дослушали до конца. Интервью – это один из жанров, в которых как раз легко выстраивать драматургию и делать так, чтобы это было интересно. Потому что интервью как раз раскрывает личность человека, с которым ты общаешься, или раскрывает какую-то проблему очень хорошо. Вот. И здесь, ну, главное, что здесь есть герой всегда. А когда есть герой, то все, у него уже есть характер, у него есть какие-то внутренние конфликты, демоны, и всегда интересно, какие у кого есть демоны. И поэтому интервью, если оно там с каждой минутой все больше и больше открывает что-то новое в человеке или в теме, вот, особенно если это видеоинтервью, мне кажется, видеоинтервью проще смотреть, интереснее, вот, то, ну, его интересно смотреть до конца. То есть каждый раз появляется какая-то новая глубина у темы или у персонажа, с которым ты общаешься. И что можно сделать, чтобы все-таки зацепить именно до конца, досмотреть? Вводить, ну, не вводить конфликты, а раскрывать конфликты, узнавать, что движет героем, узнавать, ну, если мы говорим об интервью, которое направлено именно на раскрытие личности, то есть то, как у нас сейчас. Одно дело, что мы вот в своем издании, в деле модульбанка, мы пишем интервью о бизнесе, и там личность раскрывается, но это второстепенная задача. То есть мы берем какого-то предпринимателя и расспрашиваем его о его бизнесе. И нам самое важное в этом интервью рассказать именно о том, как устроен этот бизнес, какие там расходы, доходы, какие проверки, какие сложности, как нанимать сотрудников, ну, вот это все. И через это раскрывается личность героя. Вот, если мы говорим об интервью, которое направлено именно на какого-то конкретного человека, и нам нужно здесь раскрыть его личность, и это первостепенная задача, надо выявлять, ну, его образ мышления, его мотивы, что им движет, почему он, ну, пришел туда, куда он пришел. То есть вот сейчас ты разговариваешь с редактором, с редактором-издателем, там, автором книг Людмилой Сарычевой, и интересно, как бы, там, не история успеха, типа, ой, какая Люда молодец, вот взяла, там, написала книжки. Вот, а интересно, почему вообще она это сделала, зачем ей это, и какие демоны ей в этот момент заставляли ее вот что-то делать? Ну, то есть не каждый же человек, там, пишет книжку, и вообще не каждый человек хочет быть известным, вот, а наверняка есть какие-то, там, детские комплексы, вот, детские комплексы, это как раз очень интересно. Ну, о твоих демонах у меня заготовлено пара вопросов, и как раз про книгу тоже. Очень хорошо, тогда досмотрят до конца. Они будут где-то, примерно, в середине. Давай еще добавим для зрителей такой жанр, это блогерство, это публикации контента, например, в Инстаграме где-то, да, простой постик. Обозрение того, как они сходили на Джокера, или, например, поели сэндвичи вкусные. Как здесь можно добавить интереса, чтобы человек дочитал до конца? Какие приемы есть? Ну, смотри, если говорить про обзоры фильмов, мне кажется, это какая-то, ну, очень такой отдельный жанр, и я об этом знаю очень мало. Я тут мало что скажу, мне ужасно не нравится, как написано обзор фильмов, потому что это всегда какое-то позерство, люди умничают, говорят, что недостаточно динамичные герои, хотя они там, ну, сами они очень плохо в этом разбираются, и всегда это пишется какими-то очень заунными словами, чтобы не было, еще чтобы не было спойлеров, и там все такое какое-то обтекаемое и, ну, непонятно. Я ужасно не люблю рецензии фильмов читать, потому что там очень много самолюбования и мало конкретики. Вот, но я ни одной рецензии при этом в жизни своей не написала, и поэтому я не представляю, как писать рецензии фильмов. Вот, другое дело, что если мы рассказываем о том, ну, у нас какой-то есть личный блог, и мы рассказываем, как мы там куда-то сходили, то здесь, ну, здесь хорошо, что есть история. Вот, то есть мы там пошли поесть бургеров, если ничего не случилось, то это неинтересно. Но хорошо, когда у истории есть начало и конец, то есть за этим интересно наблюдать. То есть, скорее всего, чтобы там это было читателю интересно читать, это не должно быть просто, ой, мы сходили поесть бургеров, все классно прошло, и мы ушли домой. Ну, нужна какая-то ситуация там, не знаю, они подобрали какую-нибудь больную кошечку по дороге, и она там съела, схватила их бургеры и убежала. Или, ну, короче, должна быть какая-то, должен быть какой-то конфликт тоже. Для этого здесь нужно знать, как строятся сценарии. То есть там конфликт должен чередоваться с таким расслаблением немного, вот, потом опять конфликт. И, ну, здесь может быть там интересно, не знаю, какая-нибудь ситуация, как пошли в эту бургерную, там им нахамили официанты, или, не знаю, как я однажды ходила в кафе, официант мне принес еду, но не принес приборов. Приносит еду, и там сырники, я не знаю, как их есть. Я говорю, а приборы можно? И он идет, откуда-то достает вилку и начинает ее мыть. При тебе? При мне. И здесь уже есть что-то интересное. То есть если бы я просто сходил по из сырников, это не было бы интересно. А когда вот что-то такое случилось, то это можно как-то еще заострить, там, вызвать какие-то чувства у читателя, там, на эмоциях как-то сыграть. Вот, и тогда уже появляется интерес. Вот, просто ровненькие истории, ну, это дневниковые записи, это не очень-то интересно постороннему зрителю. А ты можешь объяснить, ну, вообще феномен или феномен постов Тёмы Лебедева? Что там происходит? Почему люди с таким интересом читают? Потому что Тёма интересный персонаж. Он долго очень воспитывал свою аудиторию, и аудитория уже не важна, о чем он пишет. Вот, и там он может написать «За Юня мне наши отношения важнее всего», да, там ночью где-то напишет. Кстати, здесь вообще драма уже в чистом виде. Это очень круто, и такой не каждый может позволить себе сделать. Тёма – это персонаж, и он интересен прежде всего не тем, что он пишет, а тем, как он пишет и кто за этим стоит. И я уверена, что Тёма Лебедев совершенно не такой человек, каким он кажется из того, что он публично делает. И еще он очень категоричный, и категорично высказывается на какие-то очень болезненные темы. И поэтому люди от него бесятся. Ну, то есть есть люди, которые ненавидят Тёму Лебедева, есть люди, которые обожают. Но равнодушным к нему очень трудно остаться, потому что он очень категоричный, у него своя манера такая очень выпиющая. Он очень как-то остро все это пишет, эмоционально. И он, мне кажется, очень знает, как воздействовать на эмоции. И он много лет к этому шел. То есть этот вопрос не в текстах, а в самом Тёме, получается. Ну, разумеется. Хорошо, вот он и секрет, в общем-то. То есть можно не только интересно писать, можно еще самому по себе быть интересным для людей. Ну, разумеется, потому что... Вот знаешь, как в фильмах отрицательные герои интереснее положительных. А еще интереснее герои, которые непонятны, то ли они отрицательные, то ли положительные. Вот я сейчас посмотрела сериал «Пиарщица», и он только-только вышел. Мне кажется, еще мало о нем как-то говорили. Но там героине непонятно, то ли это отрицательный персонаж, то ли положительный. Потому что у нее какие-то там хорошие мотивы, но она делает плохие поступки. Или... Ну, ладно, более известный пример – это Юрий Деточкин. Он совершает... Он нарушает законы, делает, в общем-то, плохие поступки. Но у него очень благородные мотивы. Но из-за этого непонятно, там, положительный он герой или отрицательный. Вот такие герои самые интересные. И мне кажется, с Темой Лебедевым тоже так. Потому что он... Он говорит очень здрав... Часто очень здравые... Ну, иногда он какую-то ерунду говорит, да? Но часто он говорит какие-то очень здравые вещи, которые вообще про любовь к человечеству. Но за этими вещами трудно увидеть эту любовь, за его манерой. И поэтому непонятно, то ли он действительно вот такой, то ли он строит из себя такого, и он гораздо там умнее, богаче внутренне. Вот. И поэтому он интересен. Ну, мне сразу почему-то Давлатов еще вспоминается. Он такой тоже не черный, не белый. Он вот... Да. И он писал об этом, что... Там, в конце какой-то книги... И у него нет однозначных персонажей в книгах тоже. Такая жизнь получилась. Давлатов, это, мне кажется, безумно грустно, потому что там прям очень жизненно, очень фактурно все у него. Прям Давлатов очень крутой. Я тут фразу услышал. Люди хотят быть обманутыми. Да. Люди сами хотят быть обманутыми. Естественно. По-моему... Не, не помню сейчас, кто сказал. Вот можешь это расшифровать? Как ты это слышишь? Что это значит вообще? Ну, я не знаю, где ты эту фразу слышал, но ее я говорю часто. Потому что... Ну, я стала это говорить, когда занялась вообще всей этой темой. Ну, жизнь, она достаточно однообразная. Человек встает утром, собирается, идет на работу, на работе у него все там примерно ровно. Бывают какие-то там всплески или наоборот, там, конечно, какие-то неприятности. Вот. Потом он приходит домой. Может быть, он идет в спортзал, там, приходит домой и ложится спать. И все примерно ровно. И вообще, ну, вот кино, художественная литература, это же все нужно для того, чтобы обогащать жизнь читателя какими-то эмоциями. Потому что в целом в жизни эмоций не так много. И их надо... Часто людям надо их как-то специально добывать. Потому что, ну, не знаю, если ты работаешь каким-нибудь там пиарщиком звезд, которых надо иногда спасать, да, из каких-то неприятностей, то, наверное, у тебя жизнь очень насыщенная. А если ты работаешь там офисным работником, то у тебя жизнь гораздо менее насыщенная. Вот. И поэтому, чтобы как-то наполнять жизнь эмоциями, ну, хочется там прочитать, узнать что-то интересное. Люди смотрят телевизор, хотя там говорят неправду. Но им интересно смотреть телевизор, потому что они видят какую-то другую жизнь там. И... Вот эти инстаграмы, где все вылезло. Все эти инстаграмы, где все такие красивые, да. Как у Ярослава Сверинова, Глафреда, журнала «Максим», была шутка. Все люди, которых вы встречаете на улице, в инстаграме очень красивые. И, ну, действительно, людям приятнее... Это не потому, что люди плохие какие-то или неправильные. Нет, просто приятнее смотреть, когда вот такая погода, да, как сейчас, там ни зима, ни лето, ничего, непонятно. Людям приятнее посмотреть картинку из Мексики с каким-нибудь там океаном. Они могут знать, что где-то их там обманывают. Ну, что в Мексике наверняка не везде так красиво. Вот, но это приятно смотреть, и людям это нравится. И поэтому вообще там любые даже новостные сюжеты телевизионные, они сделаны так, чтобы вызвать эмоции у зрителя, чтобы или привлечь их на свою сторону, или вызвать гнев, или еще что-то. Ну, то есть, ну, люди это смотрят, им это нравится. А как быть с тем, что в «Пиши, сокращай» там про правду? Да, вот, что надо прям за правду любиться. Моя мысль не противоречит тому, что есть «Пиши, сокращай». Ну, вот это интересно. То есть, люди хотят быть обманутыми, но «Топи за правду». И вот как вот это состыкуется? То есть, противоречие получается. Смотри, однажды, раз зашла речь про Тему Лебедева, однажды Тёма Лебедев писал в своем канале какую-то там была смешная история о том, что у него был понос, он пошел в клинику, уже смешно, да? Он пошел в какую-то там частную клинику, а администратор ему говорит, «Ой, я вас читаю, мне так нравится, что вы пишете, я за вами прям слежу, наблюдаю». И он ей как-то отвечает, «Барышня, мне, конечно, очень приятно, но, вы знаете, у меня тут поносы». И это очень нелепая, смешная ситуация. И я думаю, что ее не было на самом деле. То есть, возможно, что ее не было. Это не проблема, короче. Но это не проблема, читатели это развлекают. Это помогает читателю лучше запомнить то, что идет дальше. Самое важное – никогда не врать в фактах, никогда не врать в том, что может как-то плохо повлиять на других людей, никогда не врать о чем-то, что навредит читателю. То есть, если, не знаю, я рассказываю, как похудеть на 10 килограммов, а сама там сделала липосакцию, ну, блин, это очевидно, что это навредит читателю, потому что он будет верить в одно и будет что-то делать для этого, у него не получится, он разочаруется, и там потом в окно выйдет или еще что-то случится такое. Вот. И поэтому нельзя, никогда нельзя врать в том, что может плохо сказаться на жизни читателя, и, ну, или там врать в фактах, потому что это тоже очень меняет картину мира. Вот. А какие-то приукрашивать истории для того, чтобы читатель от этого выиграл, ну, то есть, это должен быть не обман в прямом смысле, это должна быть какая-то награда для читателя. То есть, он это прочитал, он от этого выиграл, он повеселился там от этой истории с поносом, да, и его жизнь стала ярче, он посмеялся один раз за день, ну, классно же. И это не… ну, может быть, он пойдет, расскажет эту историю друзьям, может быть, еще что-то, но его жизнь стала на какой-то момент ярче. А потом он эту историю прочитает, он за нее зацепится, и он прочитает дальше текст. А там у Тема дальше была мысль, что никогда… какой-то эмодиум, да, он писал, что никогда не принимайте эмодиум. Вот, и это полезно, там, вот ему так сказал врач, это полезная штука. Но чтобы читатели прочитали вот эту полезную штуку, он сначала дал веселую историю, это отлично работает. Ну, вообще, фраза же есть такая, неважно, чья она, смысл такой, что ты – это не твой блог, и вот сейчас еще такой уровень понимания того, что человек, там, типа, приукрашивает все вот в своем блоге, то есть то, что не все такие красивые, как в Инстаграме. Получается, что если и так, то есть де-факто уже все, ну, типа, привирают, потому что они, ну, создают какого-то… Естественно. Ну, я, знаешь, про Инстаграм и про соцсети мне это тоже не нравится, потому что, как бы, читатель начинает думать, что с ним что-то не так. То есть все такие красивые, успешные, все занимаются спортом, а я вот сижу на диване и смотрю телевизор, и, значит, я делаю что-то не так. Да, это только так кажется, что у них такая жизнь. А на самом деле все так делают, все там, все после работы ложатся на диван, вот, и там не могут просто себя от него оторвать и пойти в спортзал. И поэтому у нас есть проект «Недиван» с Людвигом Бастроновским, который, как бы, ну, должен помогать, отразлять и помогать людям понимать, что нет, ребята, с вами все в порядке, и если вы лежите на диване, не можете пойти в спортзал нормально, это так у всех. И, ну, у меня тоже так, я, там, выходной мне тоже хочется, я тоже жду выходных, я люблю свою работу, но я жду выходных, например. Вот, и с другой стороны, я не могу нести ответственность за то, что чувствует читатель на той стороне. То есть если он чувствует, что с ним что-то не так, но я не стараюсь специально его обманывать, вот, я, вот это было бы уже плохо. Вот, но я, если я, ну, пишу что-то честное, то я, читатель себя как-то не так чувствует, то, ну, я не могу за каждого отвечать. Вот, и тут очень, ну, проблема какая-то, она многоуровневая, и сложно так однозначно что-то говорить. Но то, что там что-то приукрасить, чтобы помочь читателю сделать его жизнь ярче, ну, это, мне кажется, классный инструмент. Ну, типа, вот сериал «Друзья» я сейчас смотрю, и я там даже постик написал короткий, такие первые эмоции от сезонов первых, что ты смотришь, и действительно создается иллюзия поддержки такая. Ну, типа, вот эти эмоции ты находишь в книге-то там, получается. Мы с Людвигом называем это словом резонанс. То есть есть резонанс читателям, и раньше я была, я как раз об этом в книжке пишу, раньше я была уверена, что читателю нужна только польза, ему нужно найти ответ на свой вопрос, а теперь я понимаю, что очень важно войти с читателем в резонанс, ему, может быть, совершенно неважно, есть польза от статьи, там, какая-то практическая, сможет он починить после нее кран или нет, вот, но ему важно, чтобы зарядиться какими-то эмоциями и почувствовать себя лучше, вот. И я сейчас стараюсь на этом строить свою работу тоже. Но при этом не навредить, получается. Да, но я хочу, чтобы читатель чувствовал себя лучше, а не разочаровывался в себе от меня. Да, круто, круто. Мы это вынесем, значит, в анонс, мне это огонь прям, спасибо. Вообще, к теме драмы, драматургии, пока так, оставим за скобками, типа, я бы хотел чуть позже еще вернуться. Я про драматургию, я не из-за того, что ты как-то неправильно употребляешь слово, а потому что я знаю о драматургии с точки зрения информационного текста, то есть я же не училась в каком-нибудь театральном вузе, я не художественный писатель, я знаю только о драматургии, как о штуке, которая помогает включать эмоции читателя в какое-то, ну, очень информационное статье или в интервью, или... В сухом тексте, как ты писала. Да, вот, то есть статья для бухгалтеров, она не обязательно должна быть скучной, она может быть интересна, она может тоже награждать читателя за то, что он читает. Расскажи, как можно наградить в скучной статье, я бухгалтер сказал. Слушай, ну у меня же целая книга об этом, то есть я не могу об этом очень коротко рассказать. Чуть-чуть, можешь что-то... Есть разные приемы, то есть бывает, что статью можно прямо выстроить по всем законам драматургии, там, с конфликтом, с героем, там, сюжет подобрать правильный, вот, и прямо на этом выстраивать. Вот, а бывают статьи, которые, они такие утилитарные, они, там, человек ищет в поиске, как заполнить декларацию, и он находит эту статью, вот. И, ну, при этом она может быть интересной, может, там, в какие-то моменты включать эмоции, вот. И, например, можно вставить шуточку в эту статью, то есть, и это не обязательно должна быть шуточка какая-то, там, продуманная по всем законам, когда там есть панчлайн, еще что-то. Это может быть какая-то, там, игра слов, просто один раз она встретилась, то есть, читатель уже, там, чуть-чуть расслабился, мы получили какой-то другой уровень отношений с читателем, он понял, что мы, там, не слишком формально к нему относимся, не говорим, там, официозом, вот, а мы, там, просто внедрили маленькую шуточку, пошутили, и он уже может дальше читать, ему уже, там, интереснее, вот. Можно использовать какие-то, там, образы, там, сравнения, ну, такие, чтобы они не слегка, слишком, ну, не были слишком, каким-то, там, самолюбованием, позерством таким, вот, а, там, просто, ну, просто, либо помогали, там, запомниться, как, вот, знаешь, например, есть книжка по переговорам Гевина Кеннеди, и у него есть классификация типа переговорщиков, и, там, сова, леса, осел и овца, вот, это как раз есть образы, и благодаря этим образом читатель уже проще усваивает информацию, такие штуки часто в каких-нибудь психологических статьях используются, типа, там, статья, как-нибудь, про отношения с ребенком, и там разные типы родителей, типа, родитель танк, там, родители еще кто-то, вот, и это какие-то маленькие вещи, которые, ну, можно использовать и в бухгалтерских статьях, и в каких угодно, а иногда в тексте достаточно просто поставить паузу, и у читателя уже будет больше акцента на том, что сказано, он будет понимать, что, там, дальше, после этой паузы начинается какая-то история. Маленькие-маленькие приемы, которые просто помогают все время поддерживать интерес читателя. Это можно прям брать, использовать в любом тексте почти. Да, и, ну, в книжке там будет еще больше приемов таких. Ну, книжка, кстати, я хотел спросить, почему она до сих пор не вышла, хотя у тебя на сайте висит, что в ноябре. Ну, на сайте надо заменить, это, знаешь, это тоже драматическая история. Ну, я начала писать книжку, когда у меня еще было мало, ну, было не такое объемное понимание этой темы, как сейчас, но мне казалось, что я уже готова, вот, но, ну, я думала, что я начну книжку, там, только в этом году, вот, но ко мне пришло издательство, предложила выпустить книжку, и мне было как-то стыдно сказать, что, ребята, давайте подпишем договор, там, на 2020 год, вот, и я такая, все, до конца августа я напишу, и я написала до конца августа почти все, у меня там оставалось, наверное, страниц, там, 50-60 ненаписанных, вот, и потом я дописывала эти страницы, я встречалась с издательством, мы там переставляли какие-то главы, ну, короче, я, там, основная часть была написана за лето, но там еще оставалось, там, дописать какие-то куски, вот, мне издатель, ну, издатель, там, руководитель проекта с моей книжкой в издательстве Люба Романова, она предложила добавить одну главу, о которой я вообще даже не думала, вот, и в итоге я разобралась в этом, я, там, поработала архетипичный сюжет, вот, это, там, и эта глава, там, на 12 страниц в итоге получилась, она очень сильная, мне кажется, она одна из лучших в книге, ну, по крайней мере, одна из моих любимых, потом я провела два курса корпоративных, и там тоже рассказывала о драматургии, у меня появились новые примеры, я стала много что переписывать, и в итоге сейчас я, ну, вот, в декабре я начала, сейчас я продолжаю, я стала редактировать книжку, и я просто сношу целые страницы и переписываю их заново с нуля, потому что у меня получилось сейчас другое уже представление о теме, о том, как ее подавать, вот, то есть формально там, ну, правильно все, то есть я не скажу, что вот здесь я была не права, и это надо выбросить, и это все не то, вот, просто я придумала, как это лучше подать, как это лучше описать, какие примеры добавить, как объяснить лучше, почему это важно, как лучше, как бы, продать эту тему, вот, чтобы это было более применимо, чтобы читатель это лучше усвоил, вот, и в итоге, ну, вчера я села редактировать одну, один параграф, который у меня занимал две страницы, сейчас он занимает пять страниц, и, во-первых, я переписала эти две страницы, потом я, мне пришлось, там, попереставлять местами, ну, короче, удалить, там, иллюстрацию, что-то там еще переставить, вот, и в итоге я еще дописала, и я думаю, господи, где бы мне еще, там, взять место, вот, то есть я, сейчас я уже не хочу, ну, я пообещала, что книга выйдет второй раз, когда я обещала, что выйдет в феврале, вот, я на, я все еще надеюсь, что она выйдет в феврале, я, по крайней мере, я, ну, мне тоже казалось чуть-чуть до того, как я начала редактировать, сейчас я уже не думаю, ну, то есть достаточно непредсказуемо может получиться, вот, сейчас я надеюсь, что она, там, в феврале мы ее дадим, сдадим в печать, вот, но мне важно, чтобы не успеть, там, выпустить в феврале, а сделать ее очень крутой, сильной, чтобы через пять лет, я, ну, естественно, через пять лет у меня будет опять какое-то новое понимание уже этой темы, но чтобы мне не было стыдно за эту работу, и я сейчас хочу сделать все, что я могу для этой книжки, чтобы она была классной, вот, мне важно сделать ее хорошей, они, они быстро. Класс, ну, и это ведь вообще правильно, не запариваться из-за того, что я какой-то дедлайн типа назначил, и пытаться в него ужаться обязательно, главное, хорошо? Ну, это правильно, но это стыдно, ну, то есть, понимаешь, если я, я публично пообещала людям выпустить книжку в ноябре, зато ты выпустишь хорошую книжку. И мне поэтому надо, вот я сейчас, сегодня я встала в пять утра, чтобы написать пост о том, как идут дела у книги. И я, я его еще не дописала, но я поймала себя на мысли, что я все время избегаю писать эти посты про книгу, потому что мне стыдно, что я вот, как бы, я вся такая молодец, Люда Сарычева, классный редактор, а сама не могу там книгу вовремя выпустить. Мне стыдно, и я, ну, пишу этот пост и понимаю, что я опять начинаю как-то там увиливать, там, говорить читателям, что типа, ой, у меня все под контролем. И потом я это просто утром в посте я взяла это все снесла и начала писать честно. Ребята, мне стыдно, но вот так, и мне важно сделать это хорошо, несмотря на то, что я там публично что-то пообещала. Вот, и поэтому я надеюсь, что все-таки результат оправдает все ожидания, и там, кто ждет книжку, все-таки будет вознагражден качеством ее и глубиной, и вот с фактурой, материалом. Кайф, я вот с нетерпением жду. Особенно я еще читал, что ты готовилась, когда, ну, не знаю, может быть, до этого, конечно, ты читал эту литературу. Я о книгах еще вообще отдельно хотел поговорить, о книгах, в смысле, там, твоих любимых. Там было про тысячеликого героя, вот как раз про архетипы, да, там все такое. Я ее еще не дочитал. Я хотел, знаешь, как вопрос-то задать, почему ее стоит, например, дочитать? Ну, она не простая книга, в смысле, это не билетристика. Ты ее сидишь и ровно, типа, как работаешь, там, да, читаешь. Почему она хороша и почему она нужна? Мне кажется, что если ее читать, ее надо читать два раза, потому что она станет тогда понятнее. Я ее два раза не читала, и она действительно очень тяжелая. Мне, ну, то есть я не могу сказать, что прям каждый должен ее прочитать. И мне даже, у меня даже нет ощущения, что если вот я прочитаю книжку «Тысячеликий герой», я смогу писать интересный текст. Мне кажется, она вообще в этом не поможет. Она, я культуролог по образованию, и она мне нравится вот этим богатым материалом про мифы. То, что я когда-то упустила в институте, я мало этим интересовалась. Сейчас я, ну, вот, когда я ее читала, я восполняла вот этот пробел в знаниях. И она очень много вот этого мифа со всего мира рассказывает, и вот это интересно. Но она, ну, то есть если хочется знать про вот этот модный миф путешествия героя, то скорее проще было бы прочитать интерпретацию, ну, чью-то интерпретацию этой теории. И она, там, какие-то разборы, они, там, гораздо более понятны и проще их будет применять. А чтобы понять вот эту книжку по-настоящему, ее надо прочитать не один раз. Ее надо читать очень внимательно. Ну, ее очень тяжело даже невнимательно читать, потому что надо читать, там, сесть, чтобы никто не отвлекал. То есть ее, мне кажется, тяжело в метро было бы читать. Вот, когда я ее читала, я прям себе поставила цель прочитать ее за месяц. И я прочитала за месяц, но для этого я специально вставала рано утром или ложилась поздно в веке. Ну, поздно ее даже тоже тяжело читать. И, ну, у меня нет ощущения, что прям вот я всем советую. Вот, мне кажется, что гораздо круче книжка, ну, в плане того, чтобы там сразу что-то понять, какие-то инсайты для себя узнать и начать это применять, в этом плане очень хорошая книжка «Анатомия истории». Я все время забываю фамилиевого автора, но «Анатомия истории» 22 шага, там, к хорошему сценарию, как-то так. Вот, вот эту книжку, когда я прочитала, я прямо стала по-другому смотреть на все фильмы, которые смотрела, и я увидела в них какую-то дополнительную глубину. Вот, ну, и тоже из классических рекомендаций – это Роберт Майки. И, ну, она тоже достаточно такая нудноватая. Но вот «Анатомия истории» – это прямо вот можно ее прочитать и уже очень много узнаешь. То есть это прямо офигенно. Кайф. Хорошо. Спасибо. Я бы хотел к такому, знаешь, редакторскому блоку перейти. Я понимаю, что эти вопросы ты по-любому уже миллион раз слышала и на них там, ну, везде отвечала. Вот. Поэтому, короче, было бы здорово, если бы ты просто смогла коротко на них ответить. Это потому что не все люди смотрят все твои интервью, а новый человек может это узнать для себя. Говори-сокращай. Говори-сокращай. Первый вопрос. Это три самых частых вопроса, которые тебе задают. Угу. А, то есть… Да, да, да. Как… Я новичок, как мне стать классным редактором? Вот можно сразу отвечать, кстати. Работать с классными людьми. Очень короткие ответы. То есть у них учиться, общаться в сообществе, давать другим редакторам почитать твой текст, наращивать толстую кожу, чтобы не бояться критики. И параллельно учиться отличать какую-то здравую критику от бесполезной. Вот. Второй вопрос. Это у меня профессиональное выгорание. Что мне делать? Я об этом, ну, ничего не знаю. Мне кажется, идти к психотерапевту. Потому что у меня не было профессионального выгорания. Я могу только сказать, да, ребят, это нормально. Очень многие это чувствуют. И с каждым это когда-то случается. Мне кажется, что у меня этого не было, потому что я постоянно меняю деятельность. То есть нет такого, что я там два года подряд сидела и только редактировала статьи. Я каждый раз нахожу что-то новое, какие-то задачи себе. Вот. Но допускаю, что это не у всех возможно, что люди не знают, куда им двигаться. И здесь, наверное, нужно найти специалиста, который поможет с этим справиться и как-то найдет вектор движения. И третий вопрос. Как ты все успеваешь? Наверное, это даже первый вопрос. Как ты все успеваешь? У меня прекрасный муж, который мне помогает во всем. И даже сейчас сидит за камерой и смотрит, чтобы шла запись. И у нас с Сашей отлично разделены семейные обязанности. То есть у нас сразу как-то не было так, что весь дом, вся семья на мне, а Саша работает. Нет, у нас все пополам. Саша готовит, Саша смотрит за ребенком одинаково со мной. И благодаря тому, что на мне не висит вся забота о семье, я могу работать. Секрет в командной работе, в общем. Секрет в хорошем браке. Хорошо. Хорошо. А вот вы или вы все-таки? С большой буквы или с маленькой? Ну, я пишу с маленькой. Как бы... Ну, это так неважно. Если людям комфортно, пусть пишут заглавные. Если некомфортно, ну, если некомфортно заглавные, пусть пишут со строчной. И все. Хорошо. Стив Джобс сказал как-то, что люди сами не знают, чего хотят. Это очень похоже на предыдущую фразу, которую вы тоже откуда-то брали. Вот как находить полезное действие, да, если люди сами не понимают, чего они хотят? И согласны ли ты с этим вообще? У меня в книге есть такой совет. Оставьте Джобса в покое. Хорошо. Это о том, что не надо в текстах приводить примеры про Джобса. Ну, это отдельный разговор. То есть сейчас я поняла твою мысль, да. То есть... Как находить полезное действие? Ну, у меня нет какого-то одного рецепта. И потому что каждый проект, если я берусь за проект, я очень подробно сначала расспрашиваю, а потом часа три еще трачу на то, чтобы составить понимание задачи и придумать полезное действие. И это всегда какой-то, ну, более такой... Ну, следующий какой-то уровень глубины, чем кажется на первый взгляд. Вот. Например, в издании дела у нас было сначала полезное действие в том, чтобы помогать читателям решать их ежедневные задачи с бизнесом. Вот. Потом нам стало казаться, что это слишком широкое полезное действие, слишком как-то поверхностно, под него можно все что угодно подвести. И мы поставили, ну, как бы придумали другое полезное действие, помогать принимать решение о том, стоит заводить бизнес или не стоит. И второе полезное действие, ну, это такое обобщенное, помогать отвечать на нестандартные вопросы, которых больше он нигде не прочитает. И у нас, например, вышли там блестящие статьи, как устроен рынок уличной еды, в котором мы писали, ну, во-первых, мы писали все там про деньги, сколько на этом можно заработать, какие расходы, доходы. А еще осветили вопрос, куда же продавцы шаурмы ходят в туалет, например. Вот. Это и интересно, и это какие-то нестандартные вопросы, об этом мало кто пишет. Вот. И это тоже в итоге помогает как-то читателям лучше представлять индустрию и принимать свои решения. Вот. То есть полезное действие, оно, ну, как бы, если правильно, то все, ты поставил полезное действие, ты по нему работаешь, там оно не меняется и становится фильтром для всей твоей работы в дальнейшем. Вот. У меня еще, ну, на длительных проектах такого не было, что полезное действие не менялось, и иногда, там, поработаешь, и меняется представление о людях, которые тебя читают, о том, какую ты можешь пользу приносить. Вот. И поэтому какого-то рецепта такого нет. Ну, по факту работать просто надо и думать. Работать, тестировать. Меня Яша Новиков, совладелец модульбанка, бывший совладелец модульбанка, учил, что все надо тестировать. И все, что такое... Люда, а давай мы поставим форму, ну, короче, будем разрешать читателям читать контент только за подписку. Я говорю, нет, нас там все, там, у нас вырастет показатель отказов. Ну, там, а, кошмар, как так можно делать? Это некрасиво, неправильно. Он говорит, хорошо, у тебя какие данные об этом есть? Это... И... И он говорит, да, типа, я не верю во все твои доводы, это все просто протестируйте, ничего не случится. И я теперь тоже так на это все смотрю. Мне кажется, это вообще такой блупринт, или как это сказать, как должен руководитель, типа, себя вести? Ну, я все еще не научилась. Но это не всегда очевидно. То есть бывают вещи, которые ты вот точно думаешь, что надо именно так. И тебе даже в голову не приходит, что их надо, ты можешь протестировать. Вот. А бизнесовый подход как раз в том, что, да, надо тестировать все. И Яша Новиков — это опытный предприниматель, прокачанный, который видит это во всем. Вот. А Люда Сарычева — это очень... Ну, как руководитель у меня мало опыта, и я пока не научилась так делать. Кстати, сегодня мы пьем из брендированных кружек. Гендерных. Правильно, гендерных. Написал вот такой текст. Ну, чтобы увидеть эти наклейки на кружках, вам, конечно, надо зайти на YouTube. Как сделать это первое портфолио, чтобы показать клиентам? То есть вопрос в том, если нет работ, как их нажать? Ну, человек прочитал, значит, пиши-сокращай. Он уже все умеет. Ну, надо... Надо вести свой блог и писать о том, что думаешь. И я так попал на работу к Ильяхову. У меня был свой блог. Я следила за Ильяховым, а один раз он там опубликовал вакансию. И я ему писала в советы, какие-то вопросы, то комментарии. И ему уже моя фамилия была знакома. И у меня не было портфолио. Но у меня было, но не то, которое я бы хотела показывать. Вот. И мы стали с ним работать. Вот. То есть можно делать самому. Можно придумывать компанию какую-то. Или брать... Или делать тестовые задания для разных компаний. Не знаю. На Яндексе постоянно висят вакансии редакторов. Идешь, делаешь тестовые задания. И делаешь из этого какую-то портфолио. Но при этом не обманывать, что это какая-то согласованная сделанная работа. Потому что все-таки написать текст и сделать так, чтобы его принял заказчик. И чтобы этот текст правильно сработал. И там следить, как он работает. Это прям три разные задачи. Поэтому не говорит, что это проделанная работа, за которую я заработал деньги. Ага, так сказать, что вот я там... У меня нет портфолио богатого, но я пишу вот так. Вот мои примеры. И все. У меня еще пара вот таких редакторских советов у тебя хочется услышать. Если у человека уже есть работы какие-то, он себя чувствует уверенно в этом смысле, как ему завалить себя работой? То есть как ему побольше клиентов набрать? Побольше заказок, ну, таких оплачиваемых, естественно. Ну, читать каналы с работы для редакторов, следить за какими-то там отдельными людьми, которые часто кого-то нанимают, следить за отдельными или изданиями, которым часто нужны редакторы, и там пытаться сделать для них задачи. То есть мне кажется, что если ты хочешь завалить себе работы, то работать тебя сама найдет, потому что любой человек, который действительно хочет работать в этом направлении, ему это все интересно, он постоянно что-то читает на эту тему, нависи даже, постоянно какие-то вакансии публикуют. И часто бывают задачи, которые там разовые, разработать имя коммерческое предложение. И это все, ну, если этим интересуешься, если вообще в этом варишься, то это несложно найти. Работы очень много вообще, работы в целом вокруг много. И вопрос скорее в том, как из всей этой горы работы, которая есть, отбирать и учиться, отбирать заказчиков, клиентов, с которыми тебе будет комфортно работать. Вот это уже сложнее. Но это с опытом нарабатывается. То есть пока ты не попробуешь, ты не поймешь. Круто. Вот, казалось бы, такой вообще вопрос, а ты на них очень хорошо отвечаешь, развернуто. Мне нравится. И у тебя всегда необычные такие подходы, не банальные. В смысле. А вот вопрос такой. Вы часто, вы редакторы, в смысле, используете, прям вкручиваете такие словечки, особенно в чатиках. Ну, какие-то просто словечки, там, кури вам бамбук, в текст можете это вставить. То, что в обычной речи не используется. Понятно, что у вас силу профессии, там, багаж, да, больше. Но нет ли такого, что вы специально это ищете, какие-то крутые слова, чтобы их использовать? И есть ли какая-то технология, по которой это делается? Ну, естественно, я ищу это специально. И это как раз один из приемов, который помогает разбавить скучный текст, там, скучную тему. И у меня, как бы, механизма, алгоритма поиска таких слов у меня нет. Но вот я у меня давно, вот этот пост, о котором мы говорили в начале, про ответственность, он у меня в голове сидел давно. То есть, как там, ну, произошла ситуация, мне хотелось его написать. Вот. Но, там, прошло два месяца, и почему-то мне пришел образ гаишника в голову, и на нем стало легко это объяснить. И тогда я написала пост. Ну, то есть, естественно, это, а без него, когда я там делала какие-то подходы к нему, к этому, к этой заметке, оно все получалось достаточно скучно. Желтое кресло тоже было не случайно. Это я не просто такая, ааа, надо мне похвастаться. Мне хотелось, чтобы читатель тоже, ну, какие-то эмоции вызвать, чтобы читатель было интересно, потому что, ну, там, дальше описан процесс, как я работала, работаю над книгой, что происходит. И мне хотелось добавить какой-то яркий акцент к этому. Вот. И я написала вначале про кресло, поставила его фотографию на фоне большого окна, и это отлично сработало. То есть, мне человек пять после этого поста написали, какое у тебя классное кресло. Потом я приезжала в Екатеринбург вести курс, и мне там ребята говорили, я видела кресло, оно крутое. Вот. И то есть, этот образ прям сработал, очень хорошо зашел. Это не всегда предсказуемо, то есть, иногда я думаю, что я вот это сделаю, это сработает, это не срабатывает. То есть, но это тоже про резонанс с читателем. Что-то сработает, что-то нет. И это такая игра. И если ты получается как бы вовлечь людей в свою же игру, но получается круто. И вот у меня сейчас, когда я начала рассказывать о том, как я пишу книгу, я гораздо лучше поняла людей, поняла читателей, которые меня читают. И мне стало с ними очень приятно и комфортно. То есть, я уже более-менее представляю, что им интересно. И мне это нравится. То есть, как бы люди играют со мной в одну игру, и мне это очень приятно. Вот. И как раз все эти словечки, которые там появляются в чатах, в статьях, еще где-то. Не знаю, у нас там было, например, в одной статье о том, что сотрудники, там, сотрудник не может хранить в офисном холодильнике икру на продажу. Вот. И в этой статье изначально было написано, что холодильники нужны, чтобы люди, там, сотрудники хранили свои обеды. А мы потом взяли, написали контейнеры с курами, там, еще чем-то, там, что-то такое. И стало, ну, сразу, с курой и гречей, вот, как-то так. И сразу стало чуть-чуть веселее. И это прям следующий слой работы, когда статья написана, придумать, вкручивать какие-то вот такие маленькие штучки, которые помогают читателям войти в резонанс. Сейчас постараюсь наименее рвано перейти, я потом слушал другие интервью твои, как-то, просто, это очень жестко. Послушайте, как Люда отчитывает интервьюеров. Ну, это было один раз, это было один раз, это в тост и день был подкаст. Ну, понятно, профессионально, видимо, да. В общем, я хочу перейти к вопросам, каким-то внутренним, демонам, прочим. я замечу, что после того, как я отчитала, они стали выпускать гораздо более хорошее интервью. Ну, прям вот сильно лучше они стали. Так что, ребята, молодцы. И вопрос про критику. Давай. Вот, видишь, как все склеилось просто, срастилась ткань. Тебя задевает, когда твою работу критикуют. Это первая часть. И вторая, про конкретный пример. На живых советах год назад, примерно, ты говорила, что Артем Горгунов, например, ни одного твоего совета не выпускает без редакции собственной. И происходит ли это сейчас? И как ты к этому относишься, когда твою работу критикуют? Меня задевает, когда мою работу критикуют. Меня особенно задевает, когда я согласна с критикой. Ну, то есть, критика страшна, не сама по себе. То есть, когда кто-то там пишет просто какие-то набросики, то, ну, и мне плевать вообще. Когда кто-то пишет что-то такое, с чем я внутренне согласна, меня это страшно задевает, но это же меня заставляет действовать. То есть, когда мне после курса в бюро мне написали, что у меня противный голос, я пошла к преподавателю по голосу. И, ну, там, какое-то время я занималась. Вот. потом, в прошлом году я выступала на Мехе, и мне там снова написали, что у меня противный голос. Но мне казалось, что я вообще-то уже все сделала, что могла. Но мне уже было гораздо проще с этим. Вот. И, конечно, критика меня задевает. И вот в декабре прошел курс мой по редакторе, и на нем был Сеня, один из организаторов конференции Мех. Вот. это я его позвала. И он мне потом оставил очень подробный тоже отзыв о курсе. И там было много того, с чем, ну, там, ну, почти все, что он написал, я была с этим согласна. и мне, с одной стороны, было немножко страшно это читать, потому что я знала, что Сеня напишет хороший, ну, в смысле, хороший, очень подробный, подробный, и этот отзыв будет по делу. Вот. А с другой стороны, я прочитала, и я теперь знаю, что я изменю на курсе. То есть, это всегда сначала неприятно, но, критика, но когда она здравая, она подталкивает что-то менять. Да. И с Артемом Горбуновым так же. То есть, меня страшно бесит, когда он оставляет комментарии к моим советам. То есть, он до сих пор проверяет мои советы, я пишу их с августа прошлого года, ну, то есть, там, полтора года он проверяет мои советы, и потом я пошла к нему на советы и говорю, Артем, я как-то так вопрос задаваю не так напрямую, но, типа, когда ты перестанешь проверять мои советы? А он сказал, что никогда. Но он сказал, что он всех советчиков проверяет, кроме там Ильяхова и Бирмана и, по-моему, Миши Нозика, вот, потому что так сложилось исторически, а так он всех проверяет. И я тогда впервые от него услышала что-то хорошее. Что? Он сказал, что, говорит, ну, меня больше всего бесит, когда в советах какой-то там очень коряво написан текст какой-то корявый, вот, и, говорит, ну, поскольку ты редактор, с тобой проблем с этим нет, поэтому с тобой все нормально. И я тогда успокоилась. Ты просто ел. Да, мне казалось, что я там, когда пишу совет, мне казалось, что я очень туплю и мешу Артема. Когда я, ну, с ним вживую там спросила, оказалось, что все не так и все, но все гораздо лучше. Вот, и меня не напрягает, что Артем проверяет советы, потому что даже там советы, казалось бы, это небольшая заметка, но они становятся гораздо круче, когда их проверяет Артем. Например, летом я делала плакат по прямой речи, и Артем был полон энтузиазма, и мы прям плакат, я его переделывала, переделывала, и он стал, ну, просто 50 раз круче благодаря Артему. Прошлый совет, который я писала, я его написала сначала вообще по-другому, он был какой-то абстрактный, расплывчатый. Артем говорит, слушай, я, ну, толком не могу понять, что здесь не так, давай я поделюсь мыслями. И он мне написал очень много всего, я такая, сыномо, и просто написала вообще по-другому, и, ну, тоже получилось гораздо круче. Поэтому, я надеюсь, что Артем так и будет проверять мои советы, и критиковать их, и что-то подсказывать. Несмотря на то, что меня это иногда бесит и задевает. То есть, бесит, я успокоюсь, и, там, пройдет несколько, там, час, да, я успокоюсь. А, ну, какой-то совет, который можно было сделать лучше, если он вышел, то он уже вышел. так что, это очень ценно. Ну, вот, мне, кстати, критикуют, меня тоже критикуют в комментариях, пишут, что я постоянно перебиваю гостей, вот сегодня я уже меньше перебиваю, по крайней мере, и мы получаем такие целостные, развернутые ответы. меня трудно перебить. Не, на самом деле, мне кажется, мы сейчас отлично с тобой. И у меня, кстати, ты говорила, что мини-рванно, у меня не было ощущения, что как-то рванно задаешь вопрос, мне кажется, отлично все. А, это такой прием просто, чтобы сгладить. Ну, это я тоже как раз поняла. В общем, пишите нам комментарии, ну, мне точно, тебе нужны комментарии? Мне тоже пишите, что у меня противный голос или еще что угодно. Напишите, люди, что голос нормальный, я лично не слышу противность. Ну, честно. На самом деле, на мехе у меня был заложен нос. Прямо вот перед тем, перед выступлением за день у меня заложило нос, и как бы я ни старалась держать низкий тембр, у меня там иногда проскальзывали какие-то эти нотки. Так что, надеюсь, сейчас такого не будет. Еще про обиды. Обижает ли тебя вообще, что книгу «Пиши, сокращай» часто называют автором только Максима Ильяхова и говорят, типа, «Книга Ильяхова, пиши, сокращай». Меня обижает. Я, когда это вижу, я бегу к автору и говорю, вообще-то это не книга Ильяхова. Ну, я пытаюсь там всех переучить. Вот. Но сейчас я стала уже гораздо спокойнее к этому относиться. И, отчасти, потому что я ходила к психотерапевту, отчасти... Ты из-за этого? просто... Ну, конечно, не из-за этого. там... Ну, понятно. Ну, как бы более глубокая проблема. Вот. И сейчас я гораздо спокойнее к этому отношусь. А еще я недавно там с Людвигом говорила, и он рассказывал такую историю, что любой проект, который выходит в студии Лебедева, это... Ну, там, кто-то пишет, типа, «Лебедев сделал». Хотя это сделал не Лебедев, это сделал, сделал там, арт-директор с командой. Вот. И Людвиг говорит, что раньше его тоже это задевало, а потом он понял, что люди, которые так пишут, они очень неглубоко вникают в это. То есть дизайнеры, какие-то там арт-директора других дизайнерских фирм, они пишут, там, «Бастрановский выпустил проект», или, ну, кто-то там из арт-директоров выпустил проект. То есть они знают, что это не Лебедев. И, говорят, зачем обращать внимание на людей, которые, ну, так неглубоко, так невнимательны к деталям, так неглубоко вообще погружаются в эту тему. Вот. И, ну, мне кажется, это действительно правда. Другое дело, что это больше все-таки эмоционально. То есть то, что Людвиг говорит, это очень разумный, объективный аргумент, а когда задевает, это все-таки эмоционально. Так что, ну, я не знаю, там, перестанет меня это когда-нибудь задевать или нет. Но, учитывая, что там, даже год назад меня это задевало гораздо-гораздо сильнее, чем сейчас. Ты работаешь потом. Это, да. И к тому же мне сейчас важно, что я выпускаю там свои проекты, которые вот только мои, там только мое имя. Я пишу книгу, на которой будет только мое имя. Мне это придает большую уверенность, я себя лучше чувствую и поэтому какие-то вот эти все мелочи меня начинают задевать меньше. Сейчас будет панч. А, феминизм? Феминизм чуть-чуть позже. Окей. Просто яркая точка мы закроем. Я хочу доказать сама себе, что я могу написать книгу без Ильяхова. Да. Это цитата. То есть тебя вдохновляет на книгу, доказать, ну, все-таки, ладно, до панчин, доказать себе или все-таки доказать Ильяхову? Нет, Ильяхову мне уже, ну, какое-то там было время, когда мне надо было. Безусловно Ильяхову. Подожди. Эта фраза была сказана в июне прошлого года. С тех пор прошло больше, чем полгода, ну, полгода условно. И сейчас я уже пишу книгу вообще не для того, чтобы кому-то что-то доказать. То есть тогда и, видишь, наверное, отчасти из-за этого произошла такая история с книгой, что я ее переписываю. Когда я ее начинала, мне надо было кому-то что-то доказать. Сейчас мне вообще никому ничего не надо доказывать. и я поэтому я смотрю на книгу, редактирую ее и вижу, что она была, ну, она незрелая. Ну, то, что я сейчас переписываю. Вот. И отчасти это того, что вот мне надо было доказать, я начала писать книгу. Сейчас я пишу книгу, потому что мне есть что сказать. С момента «Пиши, сокращай» прошло три года. Офигеть. И, да, и у меня накопился другой опыт. Я, у меня есть какие-то личные открытия. Ну, мне есть что сказать по этой теме. Я знаю тему про текст с новой стороны. Я узнала много нового, и мне хочется это раскрыть. Вот. И я себе уже доказала, что я могу написать книгу, потому что она уже написана. и сейчас у меня нет задачи вообще кому-то что-то доказывать. Так что сейчас эта фраза уже прям устарела. Потеряла открытие. Да. Хорошо. Ну, это вообще круто прям. А вот давай, кстати, вернемся к феминизму. Да, ты сама упомянула. Что ты думаешь вообще про феминизм, ну, так в целом? И бывало ли у тебя из-за того, что ты женщина, какие-то трения или сложности? Да. Ну, смотри, я раньше смеялась над феминистками, как-то там по чучелу над ними, пока не поняла, что я сама феминистка. Потому что, ну, во-первых, если ты веришь, что у женщины и мужчины равные права, то ты уже феминист. Вот, феминистка. Вот. Во-вторых, я тебе рассказывала, что мы с мужем, с Сашей, делим семейные обязанности пополам, мы там одинаково работаем, я добиваюсь там успеха в карьере и работаю над этим. И, ну, было бы странно утверждать, что я придерживаюсь каких-то очень традиционных патриархальных ценностей. Это очевидно, что это не так. Вот. Но очень сложно примкнуть как бы к течению феминизма, потому что то, что выходят, какие-то публикации, которые выходят от феминисток, они выглядят очень агрессивными, у них очень какой-то обвинительский тон, они там обвиняют мужчин, что вот так вот происходит в жизни, вот, хотя современный мужчина даже не виноват, если там есть какая-то дискриминация, да, она есть, вот, но на них постоянно нападают, и когда на тебя нападают, очень трудно в это поверить, вот, так же, как нападать на антипрививочников, говорит, вы губите своих детей, они начинают, ну, начнут защищаться, потому что не понимают сами. Да, а когда ты начинаешь говорить с ними на равных, с уважением, как-то более заботливо, то к этому уже можно прислушиваться, и по теме феминизма я не подписана там на какие-то каналы феминисток, но я как раз поэтому я как раз встречаю только то, что, ну, широко как-то расходится, а широко расходятся вот эти все обвинительные такие, с обвинительным тоном все эти публикации, вот, поэтому мне было тяжело диагностировать у себя феминизм какое-то время, а сейчас я понимаю, что это вообще единственная нормальная модель поведения, как-то ты знаешь, что у женщины и у мужчины равные права, женщина не обязана работать, стирать, убирать, сидеть с ребенком, все время проводить с ребенком, три года сидеть в декрете, нет, ну, такого нет, и я вижу, что раньше я говорила, слушайте, ну, мне же там никто не мешает добиваться успеха в карьере, это зависит только от меня, но я вижу, что женщинам надо стараться гораздо больше, чтобы добиться успеха, равного с мужчиной, и уже то, что, ну, им, женщине, никто не мешает, но то, что ей надо больше стараться и больше доказывать, это уже дискриминация, и там, я уже не говорю там по теме домашнего насилия, и там, вот этого всего, это вообще отдельный разговор, это, у меня все время крутится очень много мыслей по этому поводу, и это очень грустная тема, вот, а про дискриминацию, она действительно есть, то есть какой-то там псевдобиолог, который там с какими-то степенями, званиями, может почему-то, почему-то имеет право говорить, что женщина не может быть президентом страны, потому что у нее месячные, ну, что это за бред, я надеюсь, что однажды таких людей начнут в нашей стране лишать всех званий, просто за эти тупые высказывания, вот, и поэтому дискриминация, она есть, это жутко несправедливо, я феминистка, но я понимаю, как бы, почему людям трудно хорошо относиться к феминизму, то есть я как редактор, я понимаю, почему так, вот, и я надеюсь, что все-таки какой-то просветительский компонент, он будет шире распространяться на эту тему. Ну, мы вот сейчас как раз маленько добавили лепту, только что. то есть, ну, я там уже какое-то время пытаюсь написать пост на эту тему и сказать, ребята, вообще-то там, я феминистка и тоже, и я уверена, что феминистки не примут меня в свои ряды, потому что они должны, только они должны защищать женщину, а если там приходит Сарычева, которая раньше там смеялась над феминизмом и вообще-то там не такая там радикальная или еще что-то, то, наверное, это не считает уже феминистом. но я надеюсь, что все-таки там со временем такой тон, с другой стороны, такой тон обвинительский, вот этот вот категоричный, он нужен, чтобы раскачать лодку. А сейчас, мне кажется, лодка уже раскачана, и то есть об этом много говорят. И сейчас уже должна появляться волна адекватности. вот этого просветительского движения. Ну, вот эта радикальность в начале, я помню, у тебя, мне очень понравилось, просто хотел бы добавить про выступление на мехе, если вы прямо сейчас дослушали досюда, то я его горячо рекомендую. И в этом выступлении ты сказала, что у культа, у любого в начале есть вот этот прям радикализм. Ну да, 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 да. Но это так и есть, и с феминизмом это тоже так работает, что вот сейчас радикализм, но в какой-то момент должно это успокоиться и нужно уже с людьми разговаривать больше на равных. С мужчинами или не с мужчинами, ну то есть если мужчин обвинять а женщин любить, это тоже уже сексизм в другую сторону. Да, да, согласен. Блин, круто. Ну я тоже согласен с тобой полностью в этом плане. Ощущаешь ли ты конкуренцию в профессии с другими редакторами? К сожалению, нет. И я пока не вижу людей, которые мне бы могли наступать на пятки. И это было бы очень круто, если бы такие люди были, и я бы там все время чувствовала, что мне надо как-то мобилизоваться. Вот. Я чувствую, что у меня очень много, ну очень широкий набор навыков. То есть я могу сверстать страницу в HTML, я могу сама сверстать книжку в индизайне, я могу что-то спродюсировать, запустить издание, работать как руководитель, написать сама, я могу разработать контент-стратегию, в общем, и при этом я могу очень широко смотреть на любую задачу, не ограничиваться своими ресурсами, я могу видео смонтировать, вот, и не ограничиваться своими ресурсами, вот. То есть я прям иногда мне кажется, что почему вот я, почему вообще люди ко мне пишут, обращаются ко мне с какими-то своими задачами, вот. И я думаю, я же, ну мне иногда кажется, что я просто хорошо работаю, и странно, что я, ну настолько востребованный специалист, вот. Ну а потом я сталкиваюсь с тем, что ну там очень мало специалистов, которые могут очень дотошно разобраться в задаче и предложить какое-то там грамотное решение. И когда таких специалистов станет больше, я буду прямо очень-очень рада. Мне очень грустно заканчивать это интервью сейчас. Мне тоже. У меня вопросов еще много, вот. Но может быть мы еще там через сколько-то выпусков моего подкаста повторим, когда ты уже... Как у Познера было два интервью с Татьяной Черниговской. Хотя он повторно не приглашает никого. Ну я ничего плохого не вижу в том, чтобы повторно пригласить. Тем более очень интересно и приятно. У меня есть финальный вопрос. Давай. В общем, если компотик, то какой? Насыщенный. Я имею в виду вкусовый. Или чем ты вообще руководствовала? Когда выбирал название компотик, эта история связана с моей сестрой. Она раньше, они с Сашей вместе работали на одной работе и они ходили в какую-то там столовую постоянно и она все время брала компотик. и когда там ребята пошли в столовую без нее, там тетушка из столовой спросила, типа, а где же ваш компотик? И с тех пор я, ну когда, а потом я придумывала название для блога, я решила подсветить это название моей сестре и это как-то очень подходило по смыслу, потому что компотик там из разных каких-то ингредиентов состоит, там много разных фруктов и мне хотелось там писать о разном. Вот. и так родилось это название. Ну, насыщенный понятно. Из сухофруктов любил. Вот, из сухофруктов. Без сахара. Без сахара. Теперь мы точно понимаем. Спасибо большое. Тебе спасибо. На сегодня это все. Спасибо за ваши комментарии, просмотры и лайки. Не забудьте подписаться на этот подкаст и мой YouTube-канал, чтобы не пропустить интервью с другими гостями.